Питер Цукахиро 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 самых близких членов семьи, они получают разрешение посетить кладбище, потому что закон Моисея запрещает им касаться мертвого тела. Итак, этот вот священник идет по дороге и видит лежащее у дороги тело. Он в мыслях своих рассуждает, как мне стоит поступить в такой ситуации? Если я коснусь тела, я сделаюсь нечистым. Я не смогу служить Богу, и он обходит тело стороной. Подобным образом и левит, член одного из священнических колен, обходит по другой стороне. Он размышляет подобным образом. Мне нужно служить Богу, мне необходимо делать правильные вещи в соответствии с законом, так что он тоже обходит тело стороной, не прикасаясь к нему. Но затем, как повествует нам Ишуа в этой истории, идет по дороге самарянин. Во времена Ишуа самарян ненавидели, они откололись от еврейского народа во времена, когда они вошли в землю. Они верили, что лишь часть Библии богодухновенна. Они верили, что поклоняться Богу нужно в Самарии на горе Херезим, а они в Иерусалиме в храме. Они считались еретиками и были презираемы еврейским народом. Он говорит, и вот идет самарянин, человек со всеми этими неправильными верованиями. Но когда он видит тело, лежащее у дороги, он исполняется состраданием к этому человеку. Он подошел, склонился и увидел, что тот человек все еще жив, перевязал его, позаботился о нем, положил на собственного осла, привез в гостиницу, оплатил ночлег и помог восстановить здоровье этому человеку. И вот, когда Ешоа окончил историю, он повернулся к молодому законнику и сказал следующее, 36 стих, «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойником?» Он сказал, «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему, «Иди и ты поступай так же». Ешоа не желал, чтобы законник начал верить в то, во что верил самарянин. Он желал, чтобы тот поступал как самарянин. И давайте не забывать, что весь этот разговор произошел потому, что молодой законник хотел знать, как же мне попасть на небеса. Ишоа говорит ему, «Тут дело не только в том, во что ты веришь, имеет значение, что ты делаешь». Мы видим акценты эти на протяжении всего Нового Завета. Давайте посмотрим на послание, написанное апостолом Иаковом. С самого начала послания уже ясно, кому адресует его Иаков. Давайте откроем послание Иакова с первого стиха первой главы. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Ясно, что Иаков пишет к верующим из евреев того времени. Что он говорит им о вере и о делах? Давайте откроем вторую главу, начиная с четырнадцатого стиха, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра Нади, и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но, скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный ты человек, что вера без дел мертва? Иаков отмечает, что даже дьявол имеет правильную веру. Дьявол верит в Бога. Дьявол даже знает, что Ешуа – это сын Бога, но дьявола не будет с нами на небесах, потому что он никогда не делал то, что правильно. Давайте подведем итог. Новый Завет, обращаясь к новым верующим из язычников, делает сильный акцент на вере, противовес делам. Всем этим новым верующим необходимо достаточно веры, чтобы они смогли войти во врата царства. Они выходят из беззакония, они выходят из-за тьмы, эти люди никогда не знали Бога, они даже не знали, что само слово Бог означает. Но теперь, если они веруют, они могут войти в царство и стать плечом к плечу с еврейским народом. Но совершенно другие акценты делаются для еврейского народа, у которых было Писание за тысячу лет до появления апостола Павла. Для них больший акцент делается на работе и на характере, чем на вере. Во времена Ешуа рассчитывалось, что еврейский народ и так верит в правильные вещи, но вопрос был в том, а поступают ли они при этом правильно. Сегодня баланс был восстановлен для христиан по всему миру. Нам нужны и вера, и дела для совершения благодати нашего спасения, которое Бог преисполнил нас, чтобы мы могли войти в Царство Божье и жили жизнью преисполненной силой, дающей плод, который радует не только нас самих, но и Бога. Субтитры создавал DimaTorzok